ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Под флагом Испании мы пересечем океан и откроем новый континент. Узнаем, почему Америка не называется Колумбией и почему индейцев порой невозможно отличить от индусов. А еще мы познакомимся и поговорим по-испански с самим адмиралом моря и океана. В конце передачи нас ждет викторина, так что будьте внимательны на уроке. Вы готовы? Тогда в путь! ТОДО ШАВОРДО! ПАМУША ТАРПАР! В морское путешествие мы отправляемся не случайно. Володя, а ты помнишь, где расположена Испания? Ага. Где? На Пиренейском полуострове. По-испански он называется Пенинсула Иберика. А что такое полуостров? Володь, ты знаешь? Ну, нет, но мне кажется, что это половина острова – остров, а другая половина – камни. Нет, другая половина соединяется с материком. То есть полуостров не весь омывается водами океана. Совершенно верно, Алексей. Почти со всех сторон Испания окружена водой. На востоке – Средиземное море – Мар Медитерранео. На юге Испанию отделяет от Африки Гибралтарский пролив – Эстречо де Гибралтар. На западе Пиренейский полуостров омывает Атлантический океан – Осеано Атлантико. А на севере? А на севере находятся горы – Пиреней. Поэтому по-русски мы и называем этот полуостров Пиренейским. По Средиземному морю люди плавали с незапамятных времен. Отсюда в Испанию приходили торговые военные суда еще из Древней Греции и Рима. А вот океан – это совсем другое дело. Он огромен. И до 12 октября 1492 года никто толком не знал, что там за горизонтом. А что произошло в этот день, вы знаете? Да, Колумб открыл Америку. Правильно. На рассвете 12 октября 1492 года, после почти двух с половиной месяцев тяжелого пути, сомнений и отчаянья, Христофор Колумб и его спутники услышали долгожданное «Тьерра лависта! Вижу землю!» И что же они увидели? Это был один из будущих Баганских островов, в будущем Карибском море, в будущей Америке. А Колумб решил, что это острова у берегов Индии. Почему? Об этом я расскажу, но немного позже, всему свое время. Todas las cosas tienen su tiempo, сказали бы испанцы. Итак, по-русски мы называем нашего героя Христофор Колумб. А по-испански? По-испански – Кристофор Колон. По-итальянски – Кристофоро Коломбо. А по-португальски – Кристофор Коломбо. Начнем с того, что Колумб родился в Генуе. А это находится на севере Италии. Верно. И Коломбо – итальянская фамилия. Что-то вроде голубев по-русски. Семья была небогатой. Поэтому, когда Христофору исполнилось 10 лет, ему пришлось наняться матросом на судно. Вот здорово! Я тоже хочу так. А вы знаете, что такое морское плавание в то время? Тем более выход в открытый океан. Это опасное путешествие навстречу неизвестности. Вот представьте, вы отправляетесь в дальнее плавание, но без карты. Володь, ты бы решился на такое плавание? Нет, ни за что. Хоть я и старше Володи, но я бы тоже никогда бы не отправился в такое плавание. Но несмотря на опасность и неизвестность, во времена Колумба находились люди, готовые отправиться в море. Как вы думаете, кем были эти смельчаки? Я думаю, пиратами. Я думаю, тоже пиратами, ну, искателями сокровищ. Нет, это были даже не путешественники, не ученые, не пираты, а торговые люди, купцы. Они отправлялись за 3-9 земель за товарами. А самой желанной для купцов страной во времена Колумба была Индия. Оттуда везли чай и пряности, которые делали пищу вкусной. Поэтому богатые люди платили за них большие деньги. Но дорога из Европы в Индию была долгой и опасной. И вот тогда Колумб придумал свой проект экспедиции в Индию. И пришел с ним к королю Португалии, Жоанну II. Кстати, а как вы думаете, почему первым делом со своей идеей Колумб направился в Португалию? Вы помните, где находится Португалия? Португалия находится на самом краю Европы. Верно. Португалия больше других европейских стран выдвинута в океан. И в этом смысле она идеальный старт для того, чтобы двинуться в океан. Колумб сказал португальскому королю. Ваше Величество, если вы дадите мне корабль, я открою новый путь в Индию. Насколько я знаю, король Португалии Жоан II отказал Колумбу. Да, верно. Но наш герой не пал духом. Он перебрался в Испанию, обратился за помощью к испанским монархам Фердинанду и Изабелле, и они согласились помочь. По легенде, чтобы снарядить экспедицию Колумба, королева Изабелла заложила все свои драгоценности. В экспедицию отправились три каравеллы. По-испански – трес каравеллос. А как они назывались? Они назывались Ниння, Пинта и Санта-Мария. На главном парусе красовалась монограмма испанских королей. То есть две большие заглавные буквы их имен – Фердинанд и Изабелла. Странные названия. Санта-Мария – понятно. Святая Мария. А остальные имена – что значит? С именами Нинни и Пинта не все так просто. Вы правы. Скорее всего, они обязаны своим происхождением фамилиям судовладельцев и кораблестроителей – Нинню и Пинту. Но вот что интересно. В испанском языке есть слова и Ниння, и Пинта. Ниння – значит девчушка, девочка, крошка. А Пинта – это личико, мордашка. И в этой связи я вспомнила один испанский анекдот. Ой, расскажи! Его героя зовут Хаймито. Это знаменитый герой испанских анекдотов – хулиган и острослов. Так вот, Хаймито выходит с урока истории, на котором он узнал о плавании Колумба и об открытии Америки. И еще находясь под впечатлением от услышанного, Хаймито видит очаровательную девчушку и с восхищением восклицает. Санта-Мария, Кепинта-Льева-Ланиння? Вы поняли, что сказал Хаймито? Святая Мария, какое лицо у этой девочки. Да, остроумный парень. Он в одном комплименте перечислил все, что выучил на уроке. Верно. Поговорим по-испански. Мой бель! Ола, амигос! Приветствую тех, кто недавно присоединился к нашему занятию. Напомню, что в студии Алексей. Буэнос диас! И Володя. Ола, амигос! А я – Анастасия. Сегодня на занятии вместе с отважным Христофором Колумбом мы знакомимся с новыми землями и ее обитателями. Как раз перед песней, помните, мы начинали говорить о том, что Колумб, пуская свое легендарное плавание под знаменами Испании, приуменьшал истинные размеры земного шара. И не подозревал, что между Европой и Индией, в которую он направлялся, лежит целый континент. Открытые им острова Карибского бассейна он называл Вест Индии – Las Indias Occidentales, а их жителей – Indio. Это испанское слово на русский язык переводится и как «индеец», и как «индиец», «житель Индии». Видите, уже несколько веков испанский язык бережно хранит заблуждения Колумба. И не только испанские, мы же и в русском до сих пор называем коренных жителей Америки индейцами. Эти самые индейцы были совершенно не похожи на тех людей, которые испанские моряки видели в своей жизни. У них был другой цвет кожи, они говорили не так, как европейцы, одевались совсем по-другому. А поначалу вообще прятались за деревьями, принимая испанские суда за морских чудовищ. Но любопытство все же оказалось сильнее страха. Островитяне и европейцы стали общаться. И вот вопрос. Как вы думаете, какие первые слова сказал Колумб, желая показать индейцам свой дружелюбный настрой? Я думаю, что Колумб был воспитанным и сказал «Буэнос диа, сеньорес». Вы оба правы. Я тоже думаю, что первое, что сказал Колумб, было «Здравствуйте, меня зовут Христофор Колумб». Вы помните, мы уже говорили в одной из передач о том, что в испанском языке два приветствия. Более дружеское – «Ола, амигос», его произнес Володя. «Ола, амигос, сой Кристофор». И более почтительное – «Буэнос диа, сеньорес и сеньорас». Вы, кстати, обратили внимание на то, что вместо «мельяму» можно сказать «сой». «Мельяму Анастасия», «меня зовут Анастасия», или «сой Анастасия», «я Анастасия». А что дальше? Узнав имя, познакомившись, нужно показать свою радость по этому поводу. И здесь нам понадобится фраза «мучо густо», «очень приятно». «Мучо густо, Володя». «Мучо густо, Дон Алексей». Верно. При знакомстве и приветстве в Испании также принято спрашивать, как дела. У приятеля мы спросим «Ола, кеталь?» «Ола, кеталь, Володя?» «Ола, кеталь, Алексей?» Нет, я Дон Алексей. «Ола, кеталь, Дон Алексей?» А вот к тому, кто нас намного старше или кого мы считаем очень важной персоной и обращаемся «Дон», нужно проявить особое уважение и спросить «Cómo está usted?» «Buenos días, Дон Володя!» «Cómo está usted?» «Buenos días, Дон Алексей!» «Cómo está usted?» А ответ звучит так. «Muy bien, gracias». «Muy bien, gracias». «Muy bien, gracias». А теперь подскажите вы, что мы говорим в конце разговора? Прощаемся, конечно. Верно. Самое известное испанское «прощай» – «adiós». Знаете, как оно появилось? Я вам расскажу. «Adiós» происходит от словосочетания «a-diós», сокращения от фразы «a la buena de Dios». Что-то вроде «с Божьей помощью». Мне это напоминает французское «adiö». Да. В итальянском «прощание» звучит «adio», а в португальском «adeus». Помните, мы говорили, что эти языки родственники и во многом схожи между собой. Вот доказательство налицо. Между прочим, английское «goodbye» тоже имеет похожее происхождение от фразы «God be with you» – «да пребудет с тобой Господь». Да ведь и в русском языке часто можно услышать «с Богом», когда люди прощаются. Верно. А в современной Испании также можно услышать прощание «asta luego». Его мы уже знаем. Правда? Правда. Предлог «asta» означает «до», поэтому он употребляется с разными словами, подходящими по смыслу. До завтра. «Asta mañana». До скорого. «Asta pronto». До встречи. Знаменитое латиноамериканское прощание. «Asta la vista». И до следующего раза. «Asta la próxima». Вам какое прощание больше всего понравилось? «Asta la vista, baby». А мне «asta pronto». Поговорим по-испански. «Muy bien». Приветствую тех, кто присоединился к нашему занятию. Напоминаю, что в студии Алексей. «Buenos días». Володя. «Hola, amigos». И я, Анастасия. «Hola, ¿qué tal?» Сегодня мы отправляемся в Америку вместе с Христофором Колумбом и учимся знакомиться по-испански. Перед песней мы говорили о том, как выразить по-испански свою радость по поводу знакомства, спросить, как дела, ответить на вопрос и поблагодарить, а затем вежливо попрощаться. Что ж, как говорится, «más bali la práctica, кай la gramática». Лучше один раз поговорить по-испански самому, чем сто раз прочесть в учебнике о том, как это делается. С кем бы вы хотели познакомиться? Володя. «Я с Колумбом». Нет, ничего проще. Начинай. Но только учти, что когда Колумб вернулся с первого плавания, испанские короли возвели его в дворянское звание и назначили адмиралом моря и океана. Значит, нужно говорить с ним с особым почтением? «Desde luego», разумеется. «Buenos días». «Me llamo Vladimir». «Buenos días, Vladimir. Mucho gusto en conocerle. Como está usted?» «Mu bien». «Володя, этого недостаточно. Капитан может подумать, что ты плохо воспитан. Нужно сказать очень хорошо. Спасибо». «Adiós, Vladimir. Me llenado de orgulvio y satisfacción nablar con usted». А что он сказал? Он сказал «Do свидания, Vladimir. Я полон гордости и удовольствия от разговора с вами». Вот так. «Adiós, капитан». «Ой, а я тоже хочу с кем-нибудь познакомиться по-испански». «Выбирай, с кем ты хочешь познакомиться». «А можно с певицей Шакирой? Она говорит по-испански, насколько я знаю». «Да, отличный выбор». «Hola, Shakira. Me llamo Alexey». «Mucho gusto, Alexey. Yo soy Shakira». «Mucho gusto, niña. ¿Qué tal?» «Muy bien. ¿Y tú cómo estás?» «Muy bien, gracias». «Adiós, Alexey. Que te diviertas». «Adiós, amiga». «Ну что ж, мне кажется, вы хорошо усвоили новый материал и не растерялись». «Muy bien». «Поговорим по-испански». «Muy bien». «Hola, amigos». Вот и наступило время нашей викторины. Вы готовы? «Sí». «Sí». «Prepáados, listos, ya». «Muy bien». Итак, первый вопрос. Как называется столица латиноамериканской страны, которая носит имя первооткрывателя Америки? «Ya, ya, ya». «Говори, Володя». «Bugota». «А какая это страна?» «Колумбия». «Правильно. Один ноль». Второй вопрос на сообразительность. Слушайте внимательно. «Что всегда находится в середине моря?» «Я подскажу». «Правильно ответить сможет только тот, кто вспомнит, как сказать «море» по-испански». «По-испански море – это «мар». «Марианская впадина, что ли?» «Ya, ya, ya». «Говори». «A». «Почему». «Потому что «а» в середине слова «мар». «Эмми-а-эре». «Правильно, Володя». «По одному очку, потому что Алексей вспомнил, как по-испански сказать «море». А Володя ответил на вопрос». «А Володя ответил на вопрос». «Третий решающий вопрос». «Верно. Напомню вам новые фразы. «Ола, как дела?» «Ола, как дела?» «Ола, как дела?» «Более почтительный вариант». «Буэнос диас». «Кому эста устэйт?» «Добрый день, как ваши дела?» «Мэльямо». «Меня зовут». «Мэльямо Анастасия». «Иле «сой». «Сой Анастасия». «Мучо густо». «Очень приятно познакомиться». «Мой бен, gracias». «У меня все хорошо, спасибо». «Адьёс». «Аста luego». «До свидания». «Аста маньяна». «До завтра». «Аста pronto». «До скорого». «Аста ла vista». «До встрече». «Аста ла próxima». «До следующего раза». Ну что ж, приятных знакомств. «Адьёс, amigos». «Аста pronto». «Аста ла vista». «И мучас грасиас». Поговорим по-испански. «Мой бен».